Сегодня во всей России проходят мероприятия, посвященные памятной дате началу Великой Отечественной войны. В Владивостоке все началось с памятного шествия, которое объединило представителей органов власти, общественных организаций, воспитанников военно-патриотических клубов, неравнодушных жителей и гостей города. Участники с гвоздиками и горящими лампадами в руках прошли под звуки оркестра от стеллы город-воинской славы на Центральной площади до Корабельной набережной. Переоценить важность подобных мероприятий сложно. Я, когда я выступал, и сейчас искренне совершенно считаю, что только помня о том, что произошло, о той катастрофе, которая случилась с нашей страной, и о том, как народ нашей страны выстоял, только помня об этом, можно предотвратить подобное. Много-много лет назад, 22 июня, на нашу землю пришла большая беда, и то, что произошло, повториться подобному нельзя. Память о том, что случилось, это не только наш священный долг в отношении тех, кто сложил свои жизни, но и в отношении наших будущих поколений, чтобы не происходило ничего подобного. 81 год назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Это были 1418 мучительных дней и ночей, пропитанных болью, надеждой и героизмом. Это очень сложное чувство, а самое главное, что отсюда, из этого чувства, из этих переживаний, из этой памяти возникает, это великое желание, чтобы никогда этого нигде не повторялось. Поэтому Россия держит и армию, и флот, поэтому ее люди носят погоны, и из поколения в поколение передают память и о героизме, и о тех тяжелых днях, которые надо было народу пережить. Для меня эта дата, это святой день. И я, по-моему, каждый год, когда 22 июня, обязательно дождик Бог посылает нам, как будто плачет это небо о тех далеких днях, в которые повергла фашистская Германия, но все равно это день, который говорит нам о том, что наша Родина непобедима. Участники шествия возложили цветы к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и почтили минутой молчания память павших в этой войне. Эта дата вызывает одновременно огромную скорость и печаль, что наш народ потерял десятки самых сильных, лучших миллионов наших сынов Родины. Ну и одновременно и гордость, что они сделали, освободили мир от количественной чумы, сохранили нашу Родину в наших рубежах и дали возможность поколениям жить. Во-первых, это очень знаменательная дата и она близка каждому советскому и русскому человеку и живущему в нас в России. И мы эту память храним о тех событиях и стараемся передать наши эмоции, чувства, которые мы испытывали в течение нашей жизни своим внукам. Это одна из самых печальных дат в истории России. Этот день памяти и скорби напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.